Всем привет! Сегодня вашему вниманию хотим представить видеообзор новой версии меню интерфейса штатных магнитол от производителя Energy. В общем, назовем ее версия 2. Сегодня примером новой версии интерфейса послужит нам штатная магнитола для Toyota Corolla 150 кузов. Она также и внешне обновленная по сравнению с предыдущей моделью. Включим, посмотрим, оценим. При включении появляется фирменный значок Toyota. Что отметить, грузится она быстрее, чем предыдущая версия. Это связано с тем, что в магнитоле стоит более шустрый процессор. И, в принципе, обновлена она технически тоже. На что видим? Вот общее меню магнитолы. Состоит она из трех подменю. Вот это первая подменю, вторая подменю и третья подменю. Ну, мы в основном будем пользоваться первым подменю. На что здесь представлено? Навигация, радио, диски, флешки, блютуз, настройки, ТВ и так далее. Ну, начнем с радио. По сравнению с предыдущей моделью, интерфейс тут тоже новый. Но принцип работы остался тот же. То есть, по сути, захотели автоматически нашли, волну выбрали, захотели вручную настроили и выбрали ее, и сохранили. Также здесь осталась возможность сохранения до 18 волн. Что примечательно хотелось бы отметить, это то, что УКВ китайцы во всех новых моделях убрали. Так делать это уже нецелесообразно, потому что все радиоволны, радиостанции переводятся уже на нормальные. То есть, типа на 105 и 6, там 106 и 6 и выше. Далее, навигация. Навигация осталась без изменений. То есть, тот же самый навител, только более обновленный. Ну и принцип работы остался тот же. Он сейчас также загрузится. Карта. Отрисует ее и так далее. Ну, все то же самое. Заходим в меню. Ищем поиск, найти, выбираем адрес, страну и куда нам ехать. Работает тоже довольно так же шустро. Без проблем. Значит, далее. Диски. Осталось здесь все то же самое. Ничего не поменялось. То есть, также магнитола читает и CD, и MP3, и DVD диски. Без всяких проблем. Далее идет USB. Видим. Здесь изменилось что? Добавили помимо... Раньше в старых магнитолах был один USB вход. Теперь у нас их стало два USB значка на панели. То есть, USB 1 и USB 2. Первый USB это возможность подключения флешки спереди, а второй USB это возможность подключения флешки сзади. Они оба активные. То есть, можно спереди и сзади подключить флешку и переключаться между ними без всяких проблем. Что еще примечательно здесь отметить? Ну, допустим, вот войдем во флешку, воткнутую сзади. Изменился сам плеер. То есть, он стал более красочным, более интересным. Ну, вот видим, играет определенный трек. Захотели, хоп, перемотали. Захотели, хоп, перемотали. Лист маленько изменился в воспроизведении. Ну, так же тут можно каждый трек выйти, перейти по папке, посмотреть. Фильтрация осталась так же. Можно выбрать отдельно и аудиофайлы, отдельно сфильтровать, выбрать картинки, видеофайлы. Ну, вот зайдем, допустим, в видео посмотрим. Здесь что можно отметить? Это то, что видео можно теперь тоже перематывать. В предыдущих моделях это делать было нельзя. То есть, перетали нам на нужный момент и остановились. Это без проблем. Как на компьютере. Очень удобно. Что еще примечательно, это то, что в предыдущих моделях у нас был шестиполосный эквалайзер, а здесь у нас стал десятиполосный. Каждую полосу можно настроить по своему желанию и сохранить. Для меломанов, скажем так, неплохой вариант. Далее. SD память. С SD памяти все то же самое осталось. Ничего здесь принципиально не изменилось. Так же и SD флешки, как магнитола читали, так и читает. Bluetooth. Bluetooth. Bluetooth изменился внешне, но и принцип остался тут тоже самый. То есть, соединяем телефон и можем прослушивать и музыку, и звонить через магнитолу. Все это сохранилось. Далее. ТВ. ТВ остался также аналоговый. То есть, по сути, подключаем антенну и смотрим телевизор. Маленько изменили здесь тоже интерфейсик. То есть, листание каналов. Можно выбрать интересующий наш канал и спокойно просмотреть. Он, допустим, вылазит под меню. Можно выбрать любой канал из найденных и перейти на него. Без проблем. Далее пойдем. Настройки. Настройки стали более удобные по сравнению с предыдущей моделью, на наш взгляд. Вот, допустим, спокойно можно изменить обои. Залезть, допустим, в общие настройки. Настроить, что нам нужно. Вот настройки. Также здесь присутствует дисплея. Пожалуйста. Дневная яркость. Можно настроить ночную яркость. Поставить там заставку, когда магнитола будет уходить в сон. Часы какие-нибудь интересные. Также настройки Bluetooth тоже присутствуют. Настройки навигации. Настройки 3G интернета. Выбор языка. Возможность настройки подключения кнопок на руле в магнитоле. Это тоже сохранилось. Все это классно работает. Возможность настройки даты и время. И так далее. Смотрим далее. Ну, как и во все магнитолы китайцы также пихают возможность подключения айпода айфона. Шнур идет, кстати, с магнитолой в основном в комплекте. Смотрим второе подменю. Смотрим, что у нас здесь есть. Часы, календарь, видео вход дополнительный. То есть, на него можно подключить либо подголовники, либо потолочный экран, по вашему желанию. Функция 3G интернет здесь также осталась. То есть, для работы с ним или с интернетом, так сказать, необходим модем. Подключается он сзади. Там для него есть отдельный шнур. Ну, и все это работает тоже без проблем. Что еще примечательно? Как видите, китайцы добавили еще сюда возможность быстрого перехода на камеру переднего вида. Допустим, у вас имеется камера, подключайте ее и без проблем с помощью быстрого перехода, то есть, нажатием этой кнопки, можете на нее перейти. Что довольно-таки удобно. Не надо городить отдельные кнопки там возле магнитола и так далее, и так далее. Просто нажали и перешли. Также китайцы не обошлись здесь и без игр. То есть, не пихали кучу всяких игр. Ну, то есть, когда подъезжаете, ждать кому-нибудь надо долго, делать нечего, можно посидеть и поиграть. Также осталась здесь и функция Virtual CD. То есть, как это выглядит. Вставляете диск и можно его переписать на внутреннюю память магнитола. Внутренняя память магнитола поддерживает до шести дисков. Аудио. Именно аудиодисков. Ну, и в третьем подменю, что мы видим? Это возможность подключения AUX и тоже еще какие-то дополнительные две игры. Ну, вот, в принципе, и все на сегодня. Спасибо за внимание. Спасибо за посещение нашего сайта www.mafun.net нашей группы ВКонтакте. Желаем вам приятных и правильных покупок. ВКонтакте. Убираем вкона. ВКонтакте. Продолжение следует...